МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Смотрите в выпуске. Индексация и увеличение соцвыплат о том, что ждет россиян в новом году. 38 автомобилей и новые патрульные машины поступили в госавтоинспекцию Рязанской области. На пути в сборную победители Кубка России по джиунджитсу к чемпионату страны будут готовиться в Рязани. Половодие нипочем. В связи с появлением новой пожарной части в Спасском районе жители не будут отрезаны от спасателей во время весенних паводков. В первом месяце 2021 года россиян ждет немало нововведений. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. Об индексации и увеличении соцвыплат и некоторых других прямо сейчас. С 1 января вырастут мрот и прожиточный минимум до 12 792 рублей и 11 653 рублей соответственно. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%. Маткапитал на 3,7%. Обеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньше, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Органам, предоставляющим госуслуги, запретят требовать от заявителя документы, подтверждающие заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Подобное правило предусмотрено и в отношении документов об образовании, обучении, ученых степенях и званиях. Повышенная ставка НДФЛ 15% установлена на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. При продаже недвижимости автомобиля и выплате страховки сохранят ставку в 13%. НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 миллиона рублей по ключевой ставке Банка России. Сельской ипотекой теперь смогут воспользоваться россияне, планирующие строительство на арендованном земельном участке. Сельская ипотека – это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых. На покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему честный знак, сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот их и выводе из оборота. До 1 февраля разрешили промаркировать остатки, не проданные до 1 января. Также стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажи через кассовые аппараты. В Рязани торжественно вручили новые патрульные автомобили сотрудникам госавтоинспекции. На этих машинах экипажи ДПС будут нести службу в областном центре, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения. Подробнее в следующем сюжете. Госавтоинспекция обновила в этом году автопарк. 38 новых автомобилей «Шкода Октавия» помогут патрулировать улицы нашего города. Все машины приобрели в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы в Новый год вступаем сейчас с новым автопарком по линии ГИБДД. За этот год мы оснастили подразделение ГИБДД средним транспортом в количестве 105 единиц. Весь этот автотранспорт у нас распределился по территории обслуживания. В каждый район направлен служебный транспорт для того, чтобы наши сотрудники могли осуществлять надлежащий контроль за дорожной ситуацией на территории обслуживания. Транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Также все автомобили снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Безусловно, основной задачей полицейских на следующем году является помощь нашим гражданам, нашим водителям в соблюдении правил дорожного движения, в надлежащем исполнении тех требований, которые предъявляются на дороге. Ну и, конечно же, все меры, которые предпринимаются по стабилизации дорожной ситуации на территории обслуживания, они принимаются надлежащим образом. Новый автопарк оснащен необходимым дополнительным оборудованием. В экстренных ситуациях все это позволит сотрудникам ДПС действовать максимально оперативно. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тем временем сотрудники госавтоинспекции в последние дни декабря останавливают водителей не для того, чтобы оштрафовать или проверить документы. Пресс-служба регионального ГИБДД подготовила всем автолюбителям приятный сюрприз. Сегодня и в ближайшие дни, если вы за рулем и спешите успеть все, что необходимо успеть до Нового года, поднять настроение и вызвать улыбку на ваших лицах, может Дед Мороз из госавтоинспекции. Действительно, в праздничной суете и череде забот это добавляет волшебства, которого так не хватает порой взрослым. Всех участников Дорожного движения с Новым годом и наступающими праздниками желает в Новом году быть внимательными на дорогах, соблюдать все правила Дорожного движения и самое главное, чтобы жизнь в Новом году была наполнена только положительными эмоциями. В Рязанской области появилась новая пожарная часть. Ее открытие приурочили к 30-летию МЧС России, которая празднуется в этом году. Теперь пожарное депо будет обслуживать более 10 населенных пунктов. Новая пожарная часть появилась в селе Кутуково Спасского района. Теперь время прибытия пожарных для нескольких населенных пунктов сократится. Для того, чтобы объект был возведен, местные жители проявили немалую активность. 6 декабря 2019 года жители села Кутуково Спасского района ходатайствовали о строительстве пожарного депо. Активисты собрали более 200 подписей. Пожарное депо будет обслуживать более 10 населенных пунктов с общим числом жителей более 2000 человек, которые находятся на значительном отдалении от ближайшей пожарной специальной части. Всего пожарная часть будет обслуживать 12 населенных пунктов. Ранее, в период весеннего плаводия, местные жители часто были отрезаны от пожарных подразделений. Теперь эта проблема должна быть решена. На отдельном посту будет на время дежурить 3 человека и один пожарный автомобиль. В случае необходимости для усиления пожарной группировки будут привлекаться дополнительные силы из ближайших пожарных частей. Теперь быстрое время прибытия пожарной машины сможет минимизировать последствия пожаров. Торжественное открытие депо состоялось 25 декабря. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России Паризанской области Александр Савуков отметил, что здание обладает всеми необходимыми элементами инфраструктуры. Он подчеркнул, что здесь созданы комфортные и качественные условия для эффективного выполнения боевых задач. В Рязань со сборов национальной команды страны по джиу-джитсу вернулись воспитанники клуба Юпитер. Напомним, совсем недавно рязанские джиу-джитсеры завоевали 22 медали на Кубке России, включая 6 золотых. Итоги триумфального для школы турнира они подвели, что называется, с холодной головой. Сбор в национальной команде для этих ребят уже привычное дело. Рязанская школа джиу-джитсу – одна из базовых в стране, что, собственно, и доказал Декабрьский Кубок России, который даже всегда критично настроен и тренерский штаб называет сегодня успешным. Маргариту Якушкину уже сейчас называют восходящей звездочкой небосклона джиу-джитсу. Совсем еще юная спортсменка, ей всего 18, выходила на татами во взрослой категории, в дисциплинах файтинг и не ваза, и не оставила шансов никому. Как говорит сегодня Маргарита, мотивация была запредельная. Для меня этот кубок, эти соревнования были очень важны, потому что на них я выиграла у тех соперниц, которым проиграла на предыдущем турнире. Для меня было очень важным, ну так скажем, сделать работу над ошибками, и я очень рада, что мне удалось это сделать. Рязанец Андрей Спиридонов – боец опытный. Серебряный призер чемпионата России и бронзовой Европы финальный поединок Кубка России провел не так, как задумывал. С самого начала боя Андрей захватил преимущество и перевел соперника в партер, но секундная заминка и потери концентрации стоили ему золотой медали. Да, я пересматривал видео. По-моему, мне не нужно больше работать над техникой. Силы хватает. Буду больше стараться уделять внимание больше техники. Конкуренция в джиу-джитсу не позволяет победителям почивать на лаврах. Залог побед, как правило, нюансы, исправить которые время у рязанцев еще есть. И к февральскому чемпионату страны в Санкт-Петербурге подойти во всеоружие. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Время настоящих сюрпризов пришло. В ближайшие дни рязанцы могут побороться за приятные подарки – смартфон, планшеты или беспроводные наушники в зависимости от места, которое они займут в конкурсе новогодних видеороликов, которые должны изготовить сами. Подробности далее. Кто из рязанцев и гостей города не мечтает о бесплатном планшете или телефоне? Это стало возможно. Нужно всего лишь проявить немного креатива. В преддверии Нового года информационное агентство «Семинфо» вместе с администрацией города решили устроить конкурс на лучший видеоролик. Хронометраж не должен превышать одной минуты. Смысл конкурса заключается в том, что рязанцы должны снять новогодний ролик из локаций новогодних нашего города. В парках, скверах, везде, где они будут гулять, с семьей, со своими домашними питомцами. В роликах приветствуется изобретательность, песни, танцы, запланированный сценарий. Снять его можно на любые носители, начиная от телефонов до квадрокоптеров. Присылать ролики нужно с 30 декабря по 19 января на почту sale7info.ru. А итоги конкурса будут подведены 25 января. У нас предготовлены очень интересные призы для победителей. За первое место поборются люди, которым подарят планшет Samsung Galaxy. Смартфон Samsung Galaxy будет награжден победителем, который займет второе место. А вот третье место – это конкурс зрительских симпатий. То есть все ролики будут выложены на сайте 7info, и люди будут, рязанцы, будут голосовать. Тот, кто победит в голосовании за третье место, получит в подарок наушники Samsung Galaxy Boots. Первое место определит оргкомитет. Второе место – редакция 7info. Состав жюри будет известен 14 января. Все обновления, касающиеся конкурса, будут появляться на сайте городской администрации и редакции 7info. Там же можно ознакомиться с положением конкурса. Стоит сказать, что в первую очередь с помощью этого состязания организаторы хотели бы сделать наш город интереснее не только рязанцам, но и для приезжих. Оцениваться же в работах будет патриотический настрой и творческий подход. Группа компании «Альянс» давно занимается спонсорской помощью. В этот раз в преддверии Нового года представители холдинга решили порадовать ребят из Клепяковского боксерского клуба «Триумф» и подарили им сертификат на приобретение профессиональных боксерских груш. Подарок вручил заместитель генерального директора по коммерческому развитию Алексей Осикин. В спортшколе 4 отделения. Это отделение мини-футбола, баскетбола, плавания и бокса. Мы стараемся всегда улучшать нашу материально-техническую базу, соответственно, сотрудничаем со спонсорами «Альянс». Мы уже много лет поддерживаем бокс, преодолели более серьезные груши боксерские. Я уверен, что это обязательно скажется на результатах. Мы приехали в наш боксерский клуб на протяжении достаточно большого времени группа компании «Альянс» системно сотрудничает с этим спортивным учреждением. Мы активно участвуем в жизни этого клуба. Стараемся в силу своих возможностей ребятам помогать в их развитии, достижении результатов. В преддверии Нового года мы решили подарить им сертификат на профессиональные боксерские груши, чтобы в дальнейшем ребята занимались, тренировались и продолжали достигать высоких результатов. В предстоящем году мы хотим пожелать ребятам, чтобы их мастерство росло. Но мы будем помогать в этом и всячески поддерживать. Конечно, в преддверии Нового года, действительно, новогодний подарок от Деда Мороза. До этого были детские груши, детснаряды, несоответствующие нашим параметрам, чтобы ребята имели правильную четкость отрабатывать ударов. Я сразу оценил и качество, и удобство группы компании «Альян». Спасибо вам большое. На этом у меня все. Более подробно о событиях нашего региона на официальном сайте телекомпании город62.tv. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова